Все вот это. Во-первых, русская печь занимала очень много места. То есть получался размер печи чуть ли не 2 метра на 2 метра. Это очень большой размер, а то и больше даже 2,5 метра на 2 метра. Кроме того, представьте, для того, чтобы протопить русскую печь непосредственно, ее надо оттопить примерно 3 часа, чтобы в ней можно было готовить. Это сколько угодило дров. И плюс, чтобы еще сделать нагрев щитка, чтобы в доме было тепло. За счет этого щитка немножко уравняли температуру внизу дома и вверху дома. То есть разница температур стала уже, скажем, не 15 градусов, а разница температур стала где-то градусов 7. Это все равно много больше. Но дров уходило очень много. В 30-е годы прошлого века, когда инженер группы Шимаева разработал и открыл систему свободного движения газов, его ученик Иосиф Самойлович Подгородников создал русскую печь под названием «Крестьянская теплушка». Разработал он несколько видов. Теплушка 2, теплушка 4, теплушка 9, теплушка 10, 12, 15. Ну, наиболее такие известные, наиболее известные остались вот эти теплушка 4 и теплушка 15. В чем же принцип работы этих печей? Чем они интересны? Вот, к примеру, контур русской печи. Разделяем. К примеру, это верхний колпак, это нижний колпак. Здесь топка. Иж топки. Топим. Иж топки. Газы. Горячая газа. Поступают в верхний колпак. Верхний колпак, в то же время, является горнилом русской печи. То есть, вот она, русская печь наша. Вот здесь вот. Вот отсюда, мы сюда подаем, скажем, горшки, хлеб там пищевый, противень и прочее, прочее. Так вот, горячие газы сразу омывают все вот это. И уходят вниз. Уходят вниз за счет того, что горячий газ всегда находится наверху, по мере остывания опускается вниз и поднимается потом уже вверх за счет тяги, да? Вот здесь омывая, и после этого уходит в трубу. То есть, получается, что температура печи после протопки оказалась одинаково, что здесь, что здесь. Печь стала греться снизу до лбу. Это первое преимущество. Второе преимущество. Топка одна. Греется здесь, греется здесь. Если в русской печи надо было, как минимум, после часа топки, только можно было варить в ней, то в теплушке уже после 30 минут достаточная температура, чтобы можно было в ней готовить. Очень долго внезлял у Богородников всю эту систему. Ну и от этой системы, ну это уже лично мое мнение. Лично мое мнение. Итак, крестьянская теплушка Богородникова. И от нее, ну я бы так разбил. Я бы так разбил. Первое. Русская печь перфилиева. Что это такое? Русские печь перфилиева, они в основном с подтопкой. То есть в основном они с плитой. Грубо говоря. Ну опять так же печь. Вот здесь находится плита. Топка. Опять разбиваю верхнюю часть, нижнюю часть. Здесь из топки поступает медис. Ну я вот так вот сейчас еще начерчу, чтобы было более понятно. Скажем так, вид сбоку. Вот туда вот поступают горячие газы. Омывает все нижнее пространство. И уходят наверх. Уходят наверх. Омывают здесь. И только после этого уходят в трубу. Вот это вот наша русская печь. То есть получается опять же свободное движение газов. Как у Богородникова. Как у Погородникова. Но немножко в другом развитии. То есть если у Богородникова сначала шел вверх. А потом вниз. То у Перфилева наоборот. Сначала нагревалось внизу. То есть больше тепла отдавалось внизу. А потом уходило вверх. Как заявляет сам Перфилев. При двух токах его печи дают до 8 киловатт тепла. 8 киловатт тепла. Если мы берем что 1 киловатт. Примерно обогревая 10 метров квадратных. Посмотрите. Одной печи можно обогреть 80 квадратных. Следующее. Очень много. Большой класс в развитии христианских теплушек. То, что он назвал. Русская теплушка. Внес Кузнецов Игорь Викторович. Что у него получилось? Опять же. Русская печь. Топка. Чаще всего топка тоже с плитой. Но. Игорь Викторович. Что сделал? Он соединил топливник. Соединил топливник. Поступает вверх и поступает вниз. То есть одновременно нагревается вверх. Одновременно нагревается вниз. Давление вверху. И давление внизу. Они взаимно регулируют. Впоследствии сухого шва. Соединяется с топливником. И получилось так, что вот это все. Это получился одним колпаком. То есть если у Перфириева, у Подгородникова были два колпака. Один и второй. То здесь вот эти два. Игорь Викторович объединил как в один колпак. Что это дало? А это дало то, что печь можно еще нарастить. И сделать второй колпак. Да, не намного. Буквально всего на семь лидов. Но что дают эти семь лидов? Эти семь лидов дают дополнительное тепло. То есть получается. Нагревается здесь. Нагревается здесь. Остывшие газы уходят сюда. Здесь еще нагревают. И только после этого уходят в трубу. Он, конечно, дает своим печам немножко меньше. Он дает своим печам где-то порядка 5-6 киловатт. Но и тем не менее все равно. Это на 60 квадратных метров идет нагрев. Но кроме того, кроме того, в связи вот с этими, со всеми новостями, которые сделал Кузнецов, стало очень много, не стало, а появилась возможность развивать крестьянские тепушки. Минимальный размер крестьянской тепушки можно было сделать от метра. Один метр на один метр. Это самый минимальный размер. Ну и максимальный размер, который мне приходилось видеть, это метр семьдесят пять на метр пятьдесят. Один семьдесят пять на один и пять. Это максимальный размер. Но все равно, на сравнении с русской печью, это не два с половиной на два. Разница большая. Ну а вот такой размер печи, русской тепушки или крестьянской тепушки, он дает уже, ну, если нормальная печь работает, то можно отопить до ста квадратных метров. Следующая. Русская тепушка. То есть мы посмотрели русскую тепушку Перфилева, мы посмотрели русская тепушка Игоря Кузнецова, РТИК, так называемый. Ну, я говорю, я для себя еще раз бью. Крестьянская тепушка Подгородникова, да? Подгородникова. Я для себя еще раз бью. Есть еще одна тепушка. Тепушка Александра Барцулина. В принципе, чем она отличается от тепушки Подгородникова? Да, ничем. Единственное, что сделал Александр, Александр Шевдорович Барцулина, что он сделал, тепушка, как у Подгородникова, топливник, горнила, все горячие газы поступают точно так же и выходят в другую отдельную. Он пристроен, чтобы не мучиться, скажем так, со всеми этими, он просто-напросто рядом с печью пристроил плиту. Если вы не хотите нагревать полностью всю тепушку, вы можете истопить просто плиту, и у вас все пойдет сразу наверх. Если вы хотите тепло и готовить в печи, то вот таким образом. Но! Но! Есть одно небольшое но. Александр сделал тепушку двухконтурной. То есть, если посмотреть сверху, вот у нас внешний контур печи. Вот сделал еще и внутренний контур. А вот здесь вот уже идет сама тепушка непосредственно. Я рисую первый колпак. Это первый колпак. Второй колпак. Здесь немножко по-другому. тоже первый контур. А вот отсюда уже идет второй контур. Если у Перфилева, у Кузнецова, у Подгородникова шло первый контур, здесь выдавался кирпич, вот таким вот образом. Вот так вот. Сейчас перчерчу. Вот так вот. Один кирпич, вот так вот второй кирпич. Это уже самое с этой стороны. Вот так вот один кирпич, вот так вот второй кирпич. И вот здесь уже где у вас перимычка для русской печи. Вот это вот все, это русская печь. То есть получается контур один. Александр сделал. С самого низу, с пода, с пода идет еще один кирпич. За счет этого больше тепла набирается в печи, вот, но оно дольше отдает. Сам Александр утверждает, что его печи, его печи надо выводить на режим осенью в течение трех-четырех дней. Но за 3-4 дня, когда мы ввели печь на режим, когда она набрала температуру свою, ее достаточно, если дом хорошо утеплен, ее достаточно утопить раз в 2 суток. Печь всегда горячая. В ней всегда можно готовить внутри печи. Всегда можно готовить. Чем она и отличается. еще одна печь. Ну, сейчас я жду. Да, это у нас Александр, русская печь, Александра Батулина, русская теплушка, ну, или христианская теплушка. Есть еще один вариант русской теплушки. Это русская теплушка или христианская теплушка, Александра Батулина. Что? Чем она примечательна? Я это сотрудник с ней. Чем примечательна она? Что сделал Александр Батулина? Я опять разбиваю печь. Итак, горнила шесток. Александр Батулина прожигает прямо вот здесь. Но если сделать разрез печи, если сделать разрез печи, у него получается вот такая вот штука. здесь непосредственно у него узкая печь. разрез печи, а вот здесь вот идут два, ну, как говорят, отопительных щитка. то есть если сделать разрез, огонь идет сюда, уходит в щиток, ну, вот, допустим, щиток, да, огонь уходит в щиток из русской печи, вот она русская печь, огонь уходит в щиток, и опять же свободное движение газов. Как я говорил, грунт нажимая, свободное движение газов, то есть получается, с двух сторон греет, с двух сторон греет, здесь горит. Чем примечательна эта печь? А эта печь примечательна тем, что кроме того, что можно сделать лежанку наверху печи, лежанки можно сделать с двух сторон печи. Да, печь намного большая, объемная, но, допустим, в охотничьих хозяйствах здесь лежанка для человека, а отсюда поступает, проходит, все это греется, уходит. Отсюда поступает, проходит, все это греется, уходит. То есть посмотрите, какие возможности появились у русской печи. Сразу здесь можно и готовить, и в то же время хороший обогрев. И еще одна теплушка его же. Еще одна теплушка его же. Ну, а теперь уже я сделаю немножко по-другому сейчас. вот это вот русская печь, вот здесь вот у него топливник идет, вот это вот топливник, из топливника, из топливника, через проем в задней части горячие газы идут в горнил от этих печи, а уже в горнире, уже в горнире они уходят в дымоходы, которые расположены по бокам, то бишь так, как бы нарисовать-то по-понятни. Вот здесь вот они не уходят, так-так-так-так-так-так. Сейчас заброю. Русская печь. И вот здесь вот, вот здесь вот, у него идут где у него пушка. То есть попадая отсюда, уходит, нагревает и уходит в бока. Опять же, идет с обновлением двух сторон. Ну, вот примерно вот такое вот развитие грунта печи. Если скомбинировать, скажем, печь Бацулина и печь Володина, могут получиться довольно-таки интересные варианты. Не скомбинировать. Ну, в подгородниках это основатель русских текушек, христианских текушек, там развитие хорошее им же Эпифилиев. Ну, а вот Кузнецов, Бацулин и Володин, если скомбинировать их печи, скомбинировать, могут получиться довольно-таки интересные варианты. Скажем, та же печь Кузнецова, ТИК, русская текушка Кузнецова и текушка Бацулина, текушку Кузнецова сделает двухконтурной, она уже будет совсем другого плана. Если сделать Бацулина и Молодина текушку, это будет уже совсем другого плана. То есть получается так, что русская печи размеры, к примеру, 5,5 кирпичей на 5,5 кирпичей на 5,5 кирпичей это грубо говоря метр сорок на метр сорок можно отопить дом 90, утепленный дом 90, а то есть 100 квадратов. То есть сделать ее двухконтурной, вывести на режим утепленный дом завтра отопить вот такую лоб.